Ну, во-первых, я с этим совершенно не согласен, вот, и я не думаю, что как не соблюдая пост, ты все равно будешь виноват. И пост вообще-то как бы не ставит перед человеком задачу оправдаться перед кем-нибудь, перед Богом или перед ближним, такой задачи у поста и у постящегося нет и быть не может. Вот, и если человек хочет оправдаться постом, как всяким любым другим делом перед Богом, значит, он не очень хорошо понимает, кто его Бог. И поэтому, собственно говоря, самое главное чтение, которое звучит перед Великим постом, это Евангелие от Матфея, в которой сказано, где сердце ваше, там и сокровище ваше будет. И вопрос поста лежит не в том, чтобы оправдаться какими-то внешними делами, чтобы что-то в себе такое умертвить или от чего-то постоянно отказываться, или превратить пост в постоянное переживание своей негодности или никчемности, а это вопрос нахождения твоего отношения к Богу, это вопрос того, как ты теряешь Бога и как ты его находишь. Вообще находишься ли ты вообще в этом поиске Бога, в поиске вот этих вот главных отношений человека и Бога, когда Бог человеку по-настоящему необходим, когда Бог для человека – это живое, родное, это отечество наше, когда человек по Богу может соскучиться, когда человек при встрече с Богом необыкновенно радуется и может его назвать по имени «радость моя», как это делал царь и пророк Давид. И в этом смысле пост никак не может быть тем, о чем вы меня сейчас спросили, почему человек постится и всегда виноват. Да неправда это все. Кажется, немножко непосильный для человека вопрос, как человеку поститься, конечно, это в нашей воле, но тем не менее человеку всегда необходимы, особенно в области такой церковной, некоторые ориентиры. Человек – существо воспитуемое, и пост в том числе – это один из методов церковной педагогики, если можно так сказать. И поэтому для человека надо понять, что, собственно говоря, в чем его пост заключается, какие, прежде всего, приоритеты этого поста должны быть для него, на чем внимание акцентирует церковь. Человеку гораздо проще исполнять внешние постановления. Человеку очень легко получит указания. В этот день ты кушаешь это, а в другой день ты кушаешь вот это, а в третий день ты вообще ничего не кушаешь, а в четвертый день тебе, бац, позволено немножечко, так сказать, порадоваться. Вот две красавули вина и горшочек масла. И тогда человек очень увлеченно начинает изучать церковный типикон и смотреть, где кто, какое сухоедение, где что он может, и начинает экспериментировать со своим организмом, что очень часто плохо кончается. Поэтому, конечно, для человека нужны определенные ориентиры и понимание, для чего нужен пост и что, собственно говоря, является целью этого поста. А вот уже способ хождения поста, ну, можно так сказать, походочка у каждого человека своя, потому что многие вещи в церковной традиции стали коллективными, то есть безличностными. Вот у нас много коллективного, когда для всех все одинаково, и из коллектива никто не должен вырываться. Вот, и все должны этим коллективом идти таким общим строем. Так вот, нет. Ни пост, ни богослужение, ни молитва не может быть вещью коллективной. Это всегда вещь очень личностная, потому что каждый человек постится, потому что это он постится. И в этом смысле у человека есть свобода и понимание. Это понимание дает человеку свободу для того, чтобы он этот пост провел правильно, глубоко, чтобы этот пост был для него полезен и плодоносен. Вы знаете, да, конечно, то, что церковь предлагает сегодня постящемуся в качестве строгого монашеского устава палестинских или египетских монастырей, мало подходит к реалиям жизни человека в городе в 21 веке. И это связано не только с тем, что мы не монахи в своем большинстве, и церковные монашеские уставы не по плечу ни одному. Человеку, в том числе даже современному монаху, они не всегда по плечу бывают, те уставы, которые использовались в древности. Но еще и потому, что в 21 веке вообще самоотношение к пище изменилось в Европе, например. Люди давно уже не испытывают никакого дефицита питания, переизбыток продуктов. 30% пищевой промышленности не потребляется, а уничтожается даже так. И поэтому представить себе постящегося человека в раннем средневековье и в современном мире – это два разных образа поста. И, собственно говоря, пост как изменение одной пищи на другую – это, в общем, вещь достаточно условная, потому что, собственно говоря, апостол Павел не зря говорит нам, что пища не приближает и не удаляет нас от Бога, что в Царстве Небесном есть не пища и не питье, а радость о Святом Духе. Поэтому, конечно, было бы, и, наверное, это давно уже эта проблема назрела, что для церковной общины, которая живет в городе или даже в других местах, скажем, не монажеская община, конечно, она нуждается в своем собственном уставе, и не только в уставе поста, но и в уставе богослужения. Вот. И в самом уставе приходской молитвы. Потому что вот это понимание о том, что мирянин все время, когда совершает пост, он все время делает что-то недолжное, он все время находится в состоянии нарушения поста. В формальном нарушении поста эта мысль, конечно, может тревожить очень многих людей. И делать их действительно виновными перед типиконом, никак не перед Богом. И доставлять человеку тревогу. И действительно, человек может в этот момент очень постараться и соблюсти все правила монастырского устава, и тем самым повредить своему здоровью. Вот. И физическому, и психическому. Поэтому, конечно, я уверен, что это давно назревшая необходимость, во-первых, пересмотреть само отношение к посту и к постам. Потому что постов у нас чрезмерно много. И эти постные уставы сложились исторически, складывались исторически в течение многих-многих веков. У нас четыре поста из них, два многодневные. И они зафиксированы только к XIV веку. В XXI веке, наверное, что-то может поменяться. И нет необходимости так много соблюдать постных дней и так много, как бы сказать, такого периода. У нас даже, если по календарю мы посмотрим, у нас постных дней значительно больше, чем дней непостных. И это совершенно ненормально. Ну, может быть, на этот вопрос я уже ответил в своем первом слове. Потому что, если человек ставит целью сам пост, и внешнее делание для человека имеет наиважное значение, то тогда пост будет для него либо формой такого соревнования, либо формой такой работы, за которую он будет ожидать некое вознаграждение. Что пост – это некий паденный труд, совершаемый ради каких-то вещей, которыми можно что-то заслужить у Бога. И тогда это пост ради поста. Но у Бога ничего нельзя заслужить, потому что в конечном итоге мы услышим слова Иоанна Златоуста, который будет говорить о том, что и постящиеся, и непостящиеся, войдите в радость Господа своего. Потому что Бог не раздает радость, не раздает благодать по каким-то заслугам. Ее хватает на всех. Иоанна Златоуста